Добрый вечер! В эфире программа в центре внимания. А это значит, нас ждет разговор на самые злобоневные темы, которые волнуют сегодня жителей Архангельска. Присоединиться к диалогу вы можете, позвонив по телефону 639 717. Сегодня в центре внимания директор департамента градостроительства мэрии Архангельска Ян Кудряшов. Ян Валерьевич, здравствуйте! Добрый день! Многие жители Архангельска, как показывают комментарии в интернете, не знают, что у города существует утвержденный генплан. Расскажите, пожалуйста, что это за документ и когда он был принят? В настоящее время в городе Архангельске приняты все необходимые документы территориального планирования. В первую очередь, это генеральный план города Архангельска, который был принят в 2009 году, 26 мая 2009 года. Данный документ находится в публичном доступе, с ним всегда можно ознакомиться, обратиться на сайт либо мэрии города Архангельска, Арк-Сити, либо ознакомиться с печатным изданием. Лучше, конечно, работать с электронным документом. Документ представляет из себя схему цветную, которая дает возможность оценить реальный перспектив развития, направления развития города. Следующим документом, который также имеет в настоящее время более предметную, скажем так, возможность применения, это правила землепользования и застройки муниципального образования города Архангельска, которые были приняты в 2012 году и вступили в действие с 15 января 2013 года. Это документ градостроительного зонирования, который позволяет определить перспективы, направления, возможность реализации всех своих инвестиционных планов. Тоже также размещен на сайте мэрии города Архангельска. То есть все перспективы строительства, они определены как раз в большей степени генпланом? Генпланом и правилами землепользования и застройки. Генеральный план, он ведь был принят не так давно и какое-то время, город жил без этого градообразующего, градостроительного документа главного. Это правда. Действительно, перед этим, ранее, который был разработан документ, он датируется 1983 годом. Тот генеральный план, который так и не прошел утверждение ненадлежащим образом, был разработан институтом Ленгипрогор. Но так вот и пришлось городу развиваться в рамках генерального плана, который и, в общем-то, будем считать, был нелегитимным. Новый же генеральный план по прошествии 25 лет развития города был разработан уже в рамках всех принятых документов, которые требовали в данном случае учета при принятии документов. В данном случае вступил в действие и новый градостроительный кодекс, и был принят земельный кодекс, водный кодекс, СанПИН по санитарно-нащитным зонам, много достаточно других важных документов, которые определяли в целом развитие города, учитывая все требования. А разработкой этих градостроительных документов занимается непосредственно мэрия? В данном случае вопросы, регулирующие градостроительную деятельность, это компетенция органа местного самоуправления и в разрезе федерального закона 131 об общих принципах организации местного самоуправления, но и в данном случае в рамках также принятой муниципальной программы разработки градостроительной и землеустроительной документации города Архангельска на 2012-2014 годы были также приняты решения о разработке таких документов территориального планирования, как проекты планировок территории. Ян Валерьевич, в последнее время мэрию Архангельска упрекают, что она при принятии тех или иных градостроительных решений поступает волонтаристки. На чем все-таки основывается решение о застройке? В первую очередь решение о застройке и о реализации тех или иных инвестиционных планов тех или иных застройщиков-девелоперов принимается в настоящее время с 2009 года на основании утвержденных документов территориального планирования. Иных каких-либо кулуарных решений в настоящее время не принимается. Что бы ни говорили, достаточно много инсинуаций ненужных. Я не имею возможности комментировать. Данные ремарки, они есть, они будут поступать. Многие люди, как всегда, утверждают, что они знают что-то, владеют какой-то информацией. Я в этой части рекомендую эту информацию не таить, не носить ее в себе. Для этого есть контрольно-надзорные органы, есть органы внутренних дел. Эту информацию необходимо сразу направлять туда. Принципиально в настоящее время мы руководствуемся основными документами. Это правила землепользования и застройки, которые дают возможность любому инвестору в городе Архивниске самостоятельно ознакомиться с той или иной территорией, которая его принципиально интересует, как перспективное инвестиционное для своих планов и ознакомиться с реалиями развития этой территории, ознакомиться с основными видами разрешенного использования этой территории, ознакомиться с условно разрешенными видами. То есть публичность, она присутствует в полном объеме. Другой вопрос, что немногие готовы участвовать в реализации тех или иных инвестиционных проектов, когда идет публикация информирования населения, информирование предпринимательского сообщества о, допустим, перспективном вовлечении в оборот того или иного земельного участка под те или иные планы. Ну а какова схема принятия решения о застройке? В настоящее время надо учитывать, что с 2007 года территории, право собственности, на которой не разграничены, распоряжается в область, в данном случае Министерство имущественных отношений. Если земельный участок, в данном случае право собственности, на которой не разграничено, интересует того или иного заявителя, он имеет возможность подать в Министерство имущественных отношений свою заявку. На основании поступившей заявки Министерство имущественных отношений направят в мэрию города Аркангельска данное заявление. Заявление будет рассмотрено в разрезе правил землепользования и застройки. Если данный земельный участок соответствует видам разрешенного То по нему будет подготовлено решение по утверждению схемы земельного участка. В данном случае схема направляется назад в область. Министерство имущественных отношений на основании утвержденной схемы собирает необходимые согласования. В данном случае производится сбор технических условий на строительство объекта капитального строительства. После этого утверждается градостроительный план земельного участка, где определяются параметры строительства объекта, где определяется допустимое место размещения объекта. И данный земельный участок в дальнейшем выставляется на аукцион путем публичных процедур. Он находит своего конечного потребителя. То же самое и с земельными участками, которые находятся в муниципальной собственности. А как проходит, протекают взаимоотношения с застройщиками? Взаимоотношения с застройщиком одно. Если земельный участок вовлечен в оборот на основании публичных процедур, если по нему был утвержден и принят в данном случае градостроительный план земельного участка определены параметры объекта, как я ранее сказал, и допустимое место размещения, застройщик приступает к процедуре проектирования. Многие застройщики для того, чтобы иметь реальное оперативное решение в части согласования либо планировочных решений, либо объемно-планировочных решений, этажности, архитектурные решения в части согласования архитектурного облика, цветового решения согласовывают предварительно с главным архитектором города. На личном приеме, либо в данном случае могут направить документы в обычном порядке. Документы будут рассмотрены, установлены законом срок не более 30 дней, по ним будут даны соответствующие либо рекомендации, если это будет касаться, скажем так, несовершенства планировочной организации, либо, допустим, будут предложены какие-то возможные варианты корректировки самого объекта. Но, в принципе, все эти вопросы решаются самостоятельно. А может ли застройщик обратиться, например, в суд и обязать мэрию разрешить строить тот или иной объект или изменить этажность объекта? Ну, в первую очередь, честно говоря, практически таких я не помню ситуации. То есть у нас возникают споры с застройщиками, когда идет попытка получить градостроительный план земельного участка без предоставления технических условий. В этой части мы неоднократно встречались с застройщиками в суде, где решение, в общем-то, было не в пользу заявителя. В данном случае, 44-й статьей градостроительного кодекса предусмотрено предоставление документов, в данном случае, технических условий для заполнения формы градостроительного плана. По этажности я, честно говоря, помню один только такой объект, когда в соответствии с документами территориального планирования было определено возможное строительство объекта до трех этажей, у застройщика было желание построить 12. Но решение, которое было в течение полутора лет судебных тяжб, не в пользу застройщика. То есть спор не привел ни к чему. А кто принимает решение об отводе земли? Ну, только что ответил, да. Если земельный участок право собственности не разграничено, то решение о предоставлении земельного участка в аренду, либо в собственность, будет принимать Министерство имущественных отношений. Если это муниципальный земельный участок, то решение принимает мэрия города Архангельска в лице департамента муниципального имущества. В Архангельске строится большое количество торговых центров. И часто приходится слышать жалобы о том, что жилой фонд гораздо уступает значительно торговым центрам, торговому фонду. Так ли это на самом деле и какое соотношение? Ну, мы в первую очередь, наверное, обращаем внимание на те строящиеся торговые центры, которые находятся в центре города. Я бы хотел отметить, что жилья в настоящее время строится в городе Архангельска более чем достаточно. Земельных участков, которые предоставлены под строительство жилья, тоже более чем много. Другой вопрос, что многие инвесторы отложили в свое время инвестиционные планы с кризисом 2008 года. Кто-то возвращается как раз к инвестиционным планам только сейчас. Достаточно в большом объеме застраивается и Майская горка. Я думаю, многие видят, что было, если оценить фотофиксацию города Архангельска 2005 года, в данном случае у меня в кабинете специально висит аэрофотосъемка 2005 года, для наглядности в целом оценки ситуации, которая сейчас уже сложилась по протяжении 9 лет. Седьмой микрорайон практически полностью вовлечен в оборот по цели строительства. Шестой микрорайон пока что остается неиспользуемым только по одной причине, что мы не имеем возможности обеспечить в полном объеме магистральными сетями данную территорию, которая позволит активно строиться, хотя потенциал только шестого микрорайона, это порядка 250-400 тысяч квадратных метров жилой площади, учитывая, что там есть возможность разместить и пару детских садов, и начальную и среднюю школу, и поликлинику. Стоит отметить также, что необходима большая работа по образованию, формированию территории в целом. То есть необходимо поднимать территорию порядка двух метров. Активно строится жилье у нас и в центральной части города, только это жилье у нас строится в принципе в разрезе, вернее, в настоящее время проектируется. Ну и, по крайней мере, Воскресенское у нас говорит о том, что все-таки вовлечены в оборот территории, где ранее располагался деревянный жилой фонд. Территорий достаточно много. Я бы не сказал, что только торговые центры. Соотношение в цифрах, я примерно скажу так. По объему ввода жилья мы, конечно, несколько отстаем от тех показателей, которые хотелось бы соблюдать по вводу и по планам, которые мы сами принимали, с областью, допустим, 2011-2012 года. Это объем ввода порядка 70-75 тысяч квадратных метров жилого фонда. 2013 год у нас позволил ввести по памяти 85,5-86 тысяч квадратных метров. Мы не смогли обеспечить вводные показатели в 100 тысяч квадратных метров только по двум проваленным объектам. Я не буду их называть, но так случилось. В данном случае мы не обеспечиваем контрольно-надзорные мероприятия по соблюдению сроков строительства. Обязанность мэрии города Аркельницка – это выдача разрешения на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию. Ну и в данном случае контролировать соблюдение правил благоустройства озеленения города Аркельницка. По объектам нежилого назначения, я скажу, что торговых центров немного вводится. Мы просто видим, что они строятся достаточно протяженно. В целом показатели… У меня нет деления по жилье торговые центры, либо иные. Мы делим жилье, не жилье. В данном случае было введено свыше 50 тысяч квадратных метров, но это не торговых центров, а в целом и складских помещений, и административных зданий и так далее. То есть нежилых помещений? Да, просто нежилые здания. Ян Валерьевич, я хочу напомнить телезрителям, что позвонить в студию, вы можете по телефону 639-717, и у нас есть звонок. Алло, мы вас слушаем. Так, алло. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. У меня вопрос такой к Кудрюшову, Родимир Иванович, житель Архангельска. У вас какое образование, поскольку вы занимаете пост городостроения и архитектуры? Я инженер-строитель по первому образованию, закончил на АГТУ. И второй менеджер госмуниципального управления. Хорошо, спасибо. И еще один такой вопрос. Кто дал разрешение на установку в привокзальном микрорайоне антенну около пятой школы? В школе находятся два жилых дома и детский садик. Кто дает такое разрешение? Строительство школы? Строительство антеннного мачтового... Я вас услышал. В данном случае на строительство антеннного мачтового сооружения мэрия города Архангельска выдавала разрешение на строительство и разрешение на ввод в эксплуатацию. В данном случае на момент выдачи все требования, которые необходимо было соблюсти по разработке проектной документации застройщикам, все были выполнены. На тот момент были разъяснительные письма, которые были направлены в адрес мэрии города Архангельска от агентства архитектуры, которые не требовали от нас прохождения экспертизы по антеннно-мачтовым сооружениям высотой по памяти до 75 метров. Если не ошибаюсь, антеннно-мачтовое сооружение, которое построено на ТИМе-16, имеет высоту по памяти 36 метров. В данном случае это решение было рассмотрено в судебном порядке. По решению суда в настоящее время, если не ошибаюсь, нам обязанность вменена поддать документы на отмену разрешения на ввод в эксплуатацию. В данном случае я хочу отметить, что мэрия города Архангельска, выдавая документы на строительство на ввод в эксплуатацию, не преследует ничьих интересов. В данном случае мы только что обсуждали вопрос создания возможных административных барьеров предпринимательскому сообществу, либо тем или иным субъектам права, которые имеют возможность реализовывать свои инвестиционные планы на территории города. Я думаю, что все, что было сделано, было сделано по закону, как и требовалось при рассмотрении документов. Все, что в данном случае обсуждается в части того, что объект располагается рядом со школой, я хочу сказать, по данному объекту в настоящее время не размещено ни оборудование, ни еще что-либо. То есть достаточно много было жалоб в части того, что там будет располагаться то или иное оборудование, которое излучает что-то, чего-то куда-то. Я рекомендую все-таки первоначально ознакомиться с материалами по этому объекту. Если необходимо, я готов тому или иному заявителю в полном объеме предоставить информацию. В открытом доступе этих материалов нет? Этих материалов нет в открытом доступе, но если у кого-то есть желание, он либо в порядке личного приема, либо в порядке обращения в департамент градостроительства, получать все необходимые ответы на интересующие его вопросы. Я надеюсь, наш телезритель получил ответ на свой вопрос. У нас следующий звонок. Колома, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый день. Я, Валерич, беспокоит бреварх Просветленный, вот Архангельский Нижинович. У меня вот такой вопросик к вам. Вот сколько, вы знаете, было жилья, административных зданий, а будут ли в ближайшее время рассмотрены на сады, на скверы, на землях общего пользования, подделенные насаждения, выделения участков земли? Спасибо за вопрос, Андрей Валентинович. На ваш вопрос я отвечу следующим образом. И генеральным планом, и правилами землепользования и застройки, и проектами планировок предусмотрено в обязательном порядке соблюдение необходимых норм по обеспечению жителей города. И в целом по развитию территории это наличие и парковых зон, и зон отдыха, то есть территории общего пользования, они присутствуют во всех территориальных округах. Мы в обязательном порядке занимаемся этими территориями. Я хочу сказать, что в настоящее время, конечно, мы больше занимаемся посредством приведения и наведения порядка, путем или иным, и парком, и сквером. И хочется отметить, достаточно много работы ведется и по Ломоносовскому скверу, вернее парку. И, скажем так, есть желание воссоздать многие территории общего пользования, но стоит отметить, что бюджет города Аркальдинска в настоящее время не позволяет активно заняться именно, скажем так, созданием обширных пространств, которые позволят массово отдыхать людям на тех или иных территориях. Но в рамках строительства в обязательном порядке требуем разработку проектов благоустройства, озеленения территории, которые реализуются, в том числе и застройщиками. Но по основным территориям стоит отметить, что обязательно ведется работа и по содержанию, и по поддержанию территории. Все зеленые насаждения, которые находятся на территории города Аркальдинска, не подлежат обязательному учету, не находятся на оперативном учете в территориальных округах. Но необходимо, честно говоря, наверное, когда-нибудь формировать муниципальную программу в целом просто по благоустройству города и определить основные направления. Хотя во всех территориальных округах города Аркальдинска определены планы, и в том числе на этот год, по благоустройству всех своих зон отдыха. Иван Валерьевич, мы прервемся на короткую рекламу. Оставайтесь с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы снова в прямом эфире. Телефон студии 639-717. Ян Валерьевич, существует программа развития застроенных территорий на 2011-2016 год. Расскажите об этой программе, что уже сделано в рамках этой программы. Данная программа была принята в 2011 году. Первоначально сроки ее были определены до 2013 года. В данную программу были включены порядка 43 земельных участков, на которых располагается ветхий аварийный деревянный жилой фонд, который подлежит сносу и расселению в перспективе. В данном случае в 2013 году было принято решение о продлении срока реализации программы до 2016 года. В настоящее время в программу входит 58 земельных участков. Было принято 21 решение о застройке. И проведено уже 12 аукционов. То есть заключено 12 договоров о развитии территории. Утверждено в настоящее время порядка 6 или 8 проектов планировок. По данным договорам. И в настоящее время уже застройщиками многими ведется работа по выкупу и расселению собственников, либо в данном случае собственников жилых помещений, которые располагаются в тех или иных домах, которые в дальнейшем будут подлежать сносу. Программа по сроку достаточно протяженная. То есть стоит отметить, что договор о развитии заключается на 10 лет в соответствии с договором о развитии. На первые 3 года застройщикам принимается обязанность это разработать проект планировки, проект межевания территории. И в первые 3 года обеспечить расселение и снос жилых домов, которые подлежат в рамках развития этой территории сносу. Обязанность застройщика, обязанностью застройщика является в первую очередь это выкуп жилых помещений, находящихся в собственности. Застройщик должен определить с собственником выкупную цену по изымаемым жилым помещениям, по тем помещениям, которые находятся по договорам социального найма. Собственник должен с мэрией провести работу, связанную с предоставлением взамен изымаемого жилого фонда у муниципалитета, такого же по площади не меньшей, в границах муниципального образования города Архангельска. Самое главное, что жилье все должно быть в обязательном порядке, полностью благоустроено и обеспечено всеми необходимыми социальными бытовыми условиями проживания. Возвращаясь к вопросу о торговых центрах, сейчас в Архангельске строятся достаточно масштабные проекты торговых многофункциональных центров. Насколько вы оцениваете их эффективность и, главное, каково качество этих проектов? Из больших проектов, которые сейчас продолжаются и находятся на стадии завершения, это Титан-Арена по-воскресенской и Золотая меля на Троицке. Объекты современные, то есть они учитывают уже совсем новый формат торговли. Стоит отметить, что старые торговые объекты, которые имелись на территории города, я имею в виду, шли нам в наследие от времен Советского Союза, давно уже не отвечают ни требованиям, предъявляемым к объектам торговли, ни требованиям по и безопасности, и по пребыванию, не совсем обеспечивают возможность нормального функционирования территории в части пребывающего транспорта, и личного, и обслуживающего, который ориентирован на обеспечение доставки грузов, товаров и так далее. Я думаю, что эти объекты украсят, как бы то ни было, город Архангельск своим введенным в эксплуатацию видом. А в связи с этим будут ли исчезать из города Ларьки, и каким образом это будет происходить? Я думаю, что, я скажу свое мнение, объекты нестационарной торговли, это все-таки наследие у нас переходных периодов и 90-х, и нулевых годов. Я думаю, что они свою задачу решили и со своей задачей справились в том периоде. Достаточно много споров идет, нужны они или нет. В любом случае, объекты нестационарной торговли имеют место быть. Другой вопрос, где они будут располагаться. Мое мнение, что на центральных магистралях многим уже павильонам не место. Допуская, что собственники, в данном случае предприниматели, не согласны с этим решением, достаточно было много споров на эту тему. Но за последние 10 лет объектов стационарной торговли было введено в эксплуатацию более чем достаточно. То есть и мини-маркетов и так далее. Я хочу также заметить, что не все павильоны имеют возможность обеспечить все необходимые санитарно-гигиенические требования, которые должны быть предъявлены к этим объектам торговли. Уж на то пошло. У нас есть звонок. Здравствуйте, вы в эфире. Алло. К сожалению, звонок сорвался по техническим причинам. Ян Олегович, а как мэрия планирует решать вопрос парковок и подземных паркингов? В рамках реализации и разработки документов территориального планирования мы учитываем требования, во-первых, и градостроительных регламентов, и требования всех нормативных документов, которые требуют обеспечения и соблюдения норм по гостевым парковочным местам для тех или иных территорий. В обязательном порядке учитывается необходимое количество гостевых парковочных мест при проектировании жилых массивов, либо многоквартирных жилых домов, которые находятся в проектировании. Это касается и всех объектов социально-бытового обслуживания, в данном случае и торговых центров. Нормативно все объекты в обязательном порядке максимально обеспечены возможно допустимыми местами для прибывающего гостевого транспорта. В целом же по городу необходимо достаточно много провести работы, которая будет связана со строительством объектов хранения, в данном случае паркингов. Как бы то ни было, для решения этой проблемы, квартально необходимо строить порядка 2-3 паркингов, которые будут иметь вместимость порядка 50 машин и мест. Для микрорайонных масштабов нам необходимо строить паркинги до 300 машин и мест, возможно и более. Но мы в настоящее время находимся вне понимания с населением. Одни считают, что необходимо эту проблему решать, в том числе и в дворах. Однако многие видят только негатив в том, что будет строиться тот или иной объект. Ведь достаточно много уже было судебных тяж по так и не начатых строительству паркингов в привокзальном микрорайоне и в Октябрьском округе. Но спор по ряду объектов был не в пользу органа, который осуществляет предоставление земельного участка. В данном случае не в пользу Министерства имущественных отношений. Мы свою позицию поддержали, что решения, которые были приняты мэрией города, в данном случае по размещению тех или иных объектов, в сложившейся жилой застройке, имеют место быть. Они прекрасно решили бы задачу как раз в разрезе этих всех вопросов. Надо просто понимать, что паркинг, который имеет возможность быть построенным в дворе колодцы, будет занимать не всю территорию двора, просто многие жители сразу принимают все в пику. В той части, что возможно будет уничтожена детская площадка, возможно будут уничтожены зеленые насаждения. Но если рассмотреть двор-колодец, это максимальная площадь, которая занимается под этот объект, и возможно могла бы быть занята, это порядка 1-6-1-8 площади двора. А ведутся какие-то разъяснительные работы жителям? Достаточно много у меня было жителей города и на приеме. То есть мы показываем возможные планировочные решения. Инвесторы, которые выступают с предложением о строительстве паркингов, сразу же предлагают не только строительство паркинга, они готовы переработать полное благоустройство двора, обеспечить дополнительные гостевые парковочные места, которые просто не присутствовали в этой территории. Они готовы за свой счет с удовольствием благоустраивать зону отдыха, детские площадки, но и в том числе обеспечивать создание новых дополнительных пешеходных связей для создания комфортной среды обитания в том или ином дворе. Но мы в общем-то пока что в центральной части так и не нашли понимания со стороны жителей. Ян Валерьевич, поступил звонок. Алло, мы вас слушаем. Здравствуйте. Я бы вас хотела узнать. Мы живем в центре города, в бараке. Вот где можно узнать, сносят нас или не сносят? Дом негодный для проживания. Но мы это как-то вопрос так не можем выяснить. Какой адрес дома? Карломарса 27. Спасибо. Я бы рекомендовал поступить следующим образом. Написать обращение в адрес департамента градостроительства и в службу заместителя мэра по городскому хозяйству данный вопрос. То есть если данный жилой дом попадает в программу развития застроенных территорий, то мы, по крайней мере, сможем тому или иному жителю, обратившемуся, дать пояснение, в какие сроки планируется вовлечение в оборот этого земельного участка, был ли подписан договор о развитии, с кем. Если нет, то, значит, этот вопрос необходимо решать уже через территориальный округ. Если данный, допустим, земельный участок и данный жилой дом не в программе развития застроенных территорий, то... Каким образом действовать в таком случае? Ну, в данном случае необходимо соблюсти все необходимые процедуры по подаче документов, по предоставлению жилья, если в данном случае дом был признан непригодным для проживания, для этого все приняты необходимые решения и так далее, но и определиться, по крайней мере, с тем, с той очередностью, которая в настоящее время будет по этому дому иметь место быть. Я допускаю, что, возможно, данный житель и находится уже в очереди. Но надо помнить, что у нас эти дома могут попасть и в программу. Я допускаю, что иногда это может несколько опережать одно другое. То есть надо уточнить в любом случае. Ну, необходимо все равно лучше уточнить и лучше в письменном... По заявлению. Да, по заявлению, по письменному запросу, установленный в законном сроке, будет дан ответ в полном объеме. Илья Валерьевич, наша программа подошла к концу. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Спасибо. В нашей студии сегодня был директор департамента градостроительства мэрии Архангельска Ян Кудряшов. Спасибо, что были с нами. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин